Ассалям алейкум, дорогие друзья! Ассалям алейкум, дорогие друзья! Актером Алексеем Паниным, занимающимся, прошу прощения за подробности, оральным сексом с собакой. Чтобы поговорить на эту больную, душотрепещущую тему, мы связались с замечательным журналистом, поэтом, продюсером Александром Еленом из Москвы. Правда, сам Александр называет себя странным и почти неприличным для русского слуха словом «либритист». Александр, кстати, а почему, собственно, «либритист»? Это, в общем, как-то так звучит, особенно в том контексте, в котором мы сегодня говорим, оно как какие-то странные вызывает ассоциации и напрашивается определенная литерация. Не знаю, Саш, я за ходом вашей мысли уследить не могу, каким образом секс с собакой связан со словом «либритист», вообще не догадываюсь, почему именно я стал экспертом по сексу артиста с собакой. Я тоже, честно говоря, не знаю, я могу только про российское телевидение что-нибудь рассказать. На самом деле мы действительно собрались поговорить про российское телевидение, а вовсе не про Панина. Да, но тем не менее слово «либритист» я все-таки объясню. «Либритист» — это человек, который пишет песни, то есть пишет либретто на готовую музыку, быть то опера, песни или что-нибудь еще. Это такой специальный подвид поэзии, поскольку я чаще всего именно в нем и выступаю, поэтому, чтобы отстроиться от конкурентов, называю себя либритистом. Между прочим, на российском телевидении ровно такая же история и происходит. Чтобы отстроиться от действительно важных новостей, чтобы сменить повестку дня, чтобы дать людям жвачку вместо настоящей еды, подсовывают всякого рода истории, которые, неважно, имеют они отношение к действительности. Там с комаром занимался кто-то сексом или, может быть, собственным мозгом. Тем не менее, это вообще не тема для обсуждения в приличных компаниях и вообще в приличных странах, я считаю. Везде, где, особенно там, где проблемы с экономикой, проблемы с позиционированием себя на международной арене, везде подобного рода темы, я считаю, должны быть не то, что под запретом, но, по крайней мере, они свидетельствуют о крайне дурном вкусе или о злом умысле. Не только канал НТВ грешит такими сюжетами, не только канал НТВ выдает вот такую определенную мозговую жвачку и, как ты правильно сказал, занимается сексом с мозгом тележрителей, но и другие каналы. Я знаю, что огромное, большое количество популярных телеканалов в самых демократических странах, где все в порядке с международным положением, условно говоря, все в порядке с экономикой, многие каналы показывают такие вещи, раздувают скандалы. Разве это ненормально, погоня за рейтингом, борьба за зрителя? Насколько я понимаю, если мы будем заниматься воспитанием зрителя, он вместе идет туда, где его не воспитывают, а где показывают то, чего он хочет видеть. Нет, мы не должны никого воспитывать. Не дай бог, чтобы кто-то там, я не знаю, либретист или телеканал вдруг стали кого-то воспитывать. Но информировать людей и показывать им реальные вопросы дня, реальные проблемы, это, мне кажется, важная миссия любого производителя информации. В благополучных странах никаких благополучных стран на сегодня нет. Мы прекрасно знаем, что проблемы есть и в Европе, и в тех странах, где люди живут богато, более-менее, по сравнению, например, с Россией, есть и проблемы в экономике, да, просто у них немножко другие проблемы. У богатых свои проблемы, у бедных свои проблемы. И люди, которые привыкли жить на определенном уровне жизни, в тот момент, когда начинают его терять, в этот момент, вместо того, чтобы обсуждать проблемы, почему это происходит, подсовывают какого-нибудь персонажа с каким-нибудь страшным пороком. Причем вся эта история становится все более концентрированной. Уже на простые вещи, типа супружеских измен, там, Моника Левински уже никого бы не удивила вообще. А вот, скажем, собака, это ого-го. А что будет после собаки, мне интересно? Где край, после которого публика скажет, нет, ну это вообще уже невозможно смотреть, дайте нам простых кошечек, мы их погладим. И все же, я знаю телеканалы, которые для привлечения зрителя выпускают там полуголых красивых телеведущих вести прогноз погоды. Или радиоведущие, которые, это известный пример, да, радиоведущие знаменитый американский, который занимался в радиостудии сексом в прямом эфире и так далее, и так далее. А как взять зрителя, как его завоевать, как получить рейтинг? И сегодня НТВ по рейтингу это третий канал в России. Саша, дело в том, что есть общая мировая тенденция, когда публика уходит из вещательных каналов, из телевидения в интернет, где по поиску, по тегам можно найти то, что тебя реально интересует. И это в интернете есть. У телевизоров остается все более дебильная публика, извиняюсь за эти слова. Все более низкотребовательная, все с меньшим и меньшим IQ. Поэтому и борьба за нее ведется подобного рода методами. Это не значит, что вся страна с увлечением смотрит, что там случилось с актером Паниным. Если мы сегодня выйдем на улицу, например, в Москве и станем на эту тему разговаривать, то мы увидим, кто, собственно, на это отреагирует. Ни одна машина не остановится, а говорят, разве что в пригородных электричках. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Просто телевидение само по себе становится все более и более развлечением для толпы. Если начиналось с того, что телевизор был только у богатых людей в каком-нибудь году 50-м, или один на много человек, тогда показывали балеты, классическую музыку. А сейчас, когда телевизор есть не просто в каждом доме, а четыре в каждой комнате, ну, понятно, показывают секс с собакой. Ну, это дело не в количестве телевизоров, а в количестве каналов. Ну, каналы, да. Дело в том, что и каналы борются каждый за свой сегмент. Сидят очень умные маркетологи, которые сами никогда бы на это не повелись. То, что мы видим, это борьба за все более и более низкопробную публику. Вот и все. Скажи, пожалуйста, а вот Панин в данной ситуации, это такой продукт, созданный маркетологами, это такая как бы просто вот в чистом виде такая модель, ну, условно говоря, русского рубахи парня, такого современного Есенина, который гуляет, пьет, бьет женщин, ворует детей. И в конце концов, как бы, вот, как ты правильно сказал, круги сужаются, концентрируются, и уже, когда вроде больше ничего про него нельзя придумать, он вот показывает такой сюжет, да, про всех с собакой. Это что? Это просто условно сконструированная личность, которая, может быть, даже в природе не существует? Какая компьютерная модель? Ну, разумеется, никакого отношения к реальному Панину, я думаю, это не имеет. Я думаю, реальный Панин еще намного хуже. Как и все мы, намного хуже. Да, намного хуже, чем, кажемся, по телевизору. Да, я просто думаю, что маркетологи же считают, как Панин упоминался в двух-трех скандалах, значит, он уже ньюсмейкер. Дальше надо к ньюсмейкеру прицепить как можно более сильный глазгол, и трахал собаку, я не знаю, более сильного глагола. Поэтому я не знаю, что еще придумают, чтобы уже кого-то привлечь. Вот. Поэтому ничего удивительного нет. Конечно, Панин, никакого отношения к тому Панину, который просто фамилия или фотография в каком-нибудь желтом журнале, не имеет, и он просто другой. Я не знаю, лучше он или хуже. Я шучу, конечно, что он хуже. Но так работает медиа. Куда деваться? Это общие законы для любой страны. Ты знаешь, я недавно вычислил... Если, Саша, завтра прилетят инопланетяне, поверь мне, все забудут и про Панина, и про кого угодно. Все камеры будут нацелены в небо на летающие тарелки, потому что это и будет важной новостью. А следующей потом будет новостью секс инопланетянами. Через сто лет после их прилета. Понятно. Ты знаешь, какую я прочитал версию? Понятно, что она конспирологическая, но мне кажется, что, может быть, она имеет под собой место, или во всяком случае, она может быть с удовольствием скушена широкой российской публикой. Что, в принципе, заговор против Панина это определенная часть жидомасонского заговора, потому что Панин, вот как я уже говорил, он олицетворяет собой некую русскую душу. Вот некий такой образ, что ли, собирательный, простого российского парня откуда-нибудь там из дальнего Подмосковья, весь синюшный, весь пропитый, с дрожащими руками, истерично кричащий, и ведущий себя, соответственно. Может быть, вот действительно, эта мировая закулиса специально показывает русский народ вот в таком виде? Хотя есть как бы другие образы. Кому показывает русский народ в таком виде? Самому русскому народу? Для чего? Ну, я не знаю, далеко идущие консправа логики. Я большой любитель теории заговора, но не думаю, что мировая закулиса опускается до персонажей уровня Панина. Никому это не интересно, не нужно. Все прекрасно понимают, что та часть публики, на которую рассчитаны эти новости, она вообще ничего не решает, никакого отношения ни к политике, ни к деньгам, ни к чему не имеет, а имеет только к потреблению воздуха и загрязнению окружающей среды. Больше ни к чему. Скажи, пожалуйста, допустим... ...в среде инфраструкционной среды. Допустим, на минуту поверим, что Панин совершил все то, в чем он его обвиняет. И даже не в этот раз, а и ранее тоже. Мы знаем случаи, когда за значительно меньшие общественные проступки звезды первой величины в американском кино, условно говоря, теряли свою карьеру или, во всяком случае, на многие годы вылетали из обоймы ведущих телеканалов. Все, что мы знаем про прошлое, не имеет никакого отношения к настоящему. Во-вторых, у каждого из таких людей была своя судьба, так же точно и у Панины будет своя судьба. Он характерный актер, актер неплохой, к слову, играет, я не очень сильно в этом разбираюсь, но, по крайней мере, не фальшивый. И что с ним будет дальше, ну, какая разница. Во-первых, он легко уже, я уже видел, что он легко доказал, что это была инсинуация, и это не он на этих снимках, потому что он весь в татуировках, а там персонаж без. Вот, и мало ли, кто похожий на Панина, и за какие деньги любой бомж согласится на фазирование для любого фотосюжета, а то это просто может быть мультипликация. В современном компьютере можно динозавра сделать так, что его не отличишь от настоящего, если кто-то видел настоящего. И заняться сексом с динозавром. Ну, если допрыгнуть, да. Если допрыгнуть. Саш, и последнее. Окей, это не Панин. А судебная перспектива, судебные органы, где закон, где власть, условно говоря, большой, огромный телеканал, вещающий на миллионы телезрителей, прилюдно, условно говоря, как считает Панин, оклеветывает его, извините за неуклюжий глагол. И что? И никаких сниженных последствий нет и не будет? Саш, ну вот, например, примерим такую ситуацию на себя, хоть мы и не кинозвезды. Но я бы, например, пожалел денег на судебные иски и на всю остальную билиберду. Ну, явно же, это провокация, на которую поддаваться, это значит давать повод говорить о том, что в этом что-то есть. Такие вещи надо просто игнорировать, наверное, на месте Панина, на месте Клинтона, на любом месте. Какой вывод? Что нам делать с этими каналами и с этими зрителями? Во-первых, держаться подальше от собак. Кошки, кошки в этом смысле гораздо более эстетичны. И в этом смысле, и в том смысле, что котики просто лучше, чем песики. у меня дома котик. У меня тоже дома кот, но я не так категорично настроил. А что делать с телевизором, но не смотреть? Я, например, не смотрю, и про всю эту историю узнал только в тот момент, когда ты меня попросил ее прокомментировать. Я бы удачно избежал этого мусора, если бы не твоя набор. Дорогие друзья, смотрите Тон ТВ, не смотрите канал ТВ. Во всяком случае, у нас, ну, в обозримом будущем, вы не увидите секса актеров и популярных актеров или неизвестных статистов. А вот зарекаться не надо. С различными животными. Ну, во всяком случае, пока хотелось бы верить в то, что этого не будет, потому что мы сможем держать рейтинг за счет наших политических программ. Ну, я бы придумал, что может быть следующим сюжетом, но это на самом деле платная работа. Зачем я буду фантазировать бесплатно? Там сидят люди на зарплате и все эти сюжеты придумывают не за маленькие деньги, потому что это рекламные потоки, это все-таки еще публика, которая ходит в магазин и что-то покупает, которая смотрит этот канал НТВ, правильно же я говорю? Мы про НТВ говорим. Да. Да. Поэтому я прям не готов бесплатно такие прогнозы делать. Ну, в общем, это правильно. На самом деле я хотел как бы тут на халяву проехаться, чтобы ты выдал нам какой-то рецепт, а мы бы его завтра сисустили и заработали. И раз напал на профессионального человека, который бесплатно идеи не раздаривает. Я напоминаю вам, что у нас в гостях по скайпу из Москвы был известный московский поэт, продюсер, создатель знаменитой группы Рабфак. Для некоторых телезрителей, например, как для меня и слушателей, это вообще группа культовая. Спасибо тебе за нее. Человек, который называет себя умным словом либритист, не боится произносить этого слова, как в свое время Гайдар не боялся произносить слово отнюдь. Александр Герин, Саш, спасибо тебе большое и смотри ИТОН ТВ. Да, и удачи, ИТОН ТВ, и дай Бог, чтобы не появлялось подобных сюжетов у вас. Вас смотреть и без них очень интересно. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья, что были с вами. Ассалям Алейкум от злого Киргиза из студии ИТОН ТВ. ИТОН ТВ.